Мусор у нас убирали каждый четверг, но последние три недели про нас словно забыли. И это несмотря на то, что по тарифу мы исправно платим. Квитанции есть. Микроен Кайтпас-1 сегодня больше напоминает отхожее место. Помойка возле забора, на нём, на водомерном ящике, на пересечении улиц, везде. Таков плачевный результат невыполнения условий договора между ТО, Экотрансстрой и местными жителями. Дышать зловонием гаражерам приходится с регулярной постоянностью. На этот раз бытовые отходы гниют здесь почти месяц. Вонь невозможная от мусорных пакетов, которые лежат у нас под заборами третью неделю. Детей боишься выпускать, лишь бы ничего не подхватили. Я неоднократно звонил руководству компании, чтобы они приехали и убрали мусор. Они всё обещают и обещают. Так и не приехали, ссылаясь на то, что у них сломалась техника. На следующий день я опять стал звонить, но телефон уже были отключены. Представители Карадаусского Акимата также пытались дозвониться до них, но всё безрезультатно. Удивительно, но сразу после приезда нашей съёмочной группы телефона ТО вдруг заработали. Мало того, представители компании Экотрансстрой поспешили встретиться с жителями и объяснить причину невывоза мусора. Согласно судебному решению, счета компании были арестованы на месяц, так как у нас была дебиторская задолженность перед мусорным полигоном. Долги возникли из-за несвоевременной оплаты населения за вывоз мусора, поэтому мы и не могли вывозить скопившийся мусор. Да, у нас есть отставание от графика, и мы планируем наверстать его. Горожане уверяют, долгов у них нет. По их мнению, руководство ТО лукавит и просто экономит. Понятно, что каждый вывоз мусора – большие расходы для компании. Местные жители сегодня намерены расторгнуть договор с компанией Экотрансстрой и искать новых коммунальщиков, добросовестных.